В Самарской области в сентябре будут выбирать главу региона, а также депутатов, представительные органы власти в нескольких муниципалитетах. На голосовании за законностью процесса следят общественные наблюдатели. Чтобы они знали все нюансы избирательного законодательства и могли квалифицированно выполнять свою работу, для активных граждан проводят специальные форумы. Конечно, избирательное законодательство изменяется, изменения незначительные. Но тем не менее мы все равно собираем общественных наблюдателей для того, чтобы актуализировать их знания, для того, чтобы еще раз вместе пройти все стадии избирательного процесса, все основные полномочия общественных наблюдателей, закрепить это, обратить их внимание на то, что они должны делать. Обучение наблюдателей советского и красноглинского районов прошло в ДК «Октябрь». Так как большинство людей в зале не первый раз пришли за знаниями, то и обучение проходит теперь не в формате лекций, а в формате диалога. Наблюдатели делятся своим опытом, рассказывают о возникших ситуациях и вместе обсуждают, как нужно было поступить, чтобы процесс голосования проходил без нарушений. Мы для этого и находимся, чтобы было все законно. Я поэтому очень строго и к этому отношусь с большой ответственностью, потому что это выборы, долг каждого человека. Чтобы выборы прошли на высшем уровне, чтобы выборы были прозрачными, никаких нюансов не было. Ответственным за наборы обучения наблюдателей является общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. Его задача подготовить общественных наблюдателей, которые получат направление на участке от общественной палаты и будут на месте следить за ходом голосования. Эта деятельность не является для них постоянной. Выборы проходят, да, в этом году получилось, что это вторая избирательная кампания, но тем не менее, когда что-то не используешь постоянно, это забывается. Плюс еще регулярно вносятся какие-то изменения законодательства. Нужно нюансы обращать внимание. Поэтому такие лекции необходимы, чтобы они максимально качественно сработали в сентябре на выборах. В состав штаба вошли представители областной общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек, среди них и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.